Дай почитать Добрый день! Это программа Дай почитать и я ее ведущий Борис Павлович. Я художественный руководитель театра на Спаске, но здесь, в радиоэфире, я говорю о книгах. И сегодня в моих руках книга под названием «Формулы страха. Введение в историю и теорию фильма ужасов». Автор Дмитрий Ком. Да, это действительно учебное пособие. Небольшая книжка сформирована на основе курса лекций, который киновед Дмитрий Ком читает в Петербургском гуманитарном университете. Остроумный и эрудированный специалист, спокойный и убедительно, не впадая ни в излишнее умствование, ни в фанатский запал, рассказывает о том, почему же лучшие фильмы ужасов страшные и зачем они вообще нужны зрителям. Прослеживая эволюцию жанра, он умело вычленяет то, что вынесено в заглавие книги – «Формулы страха». Что такое хоррор? Его невозможно идентифицировать только по наличию особых персонажей монстров, как делали энциклопедии 20 века. Призраки и маньяки давно уже переселились не только в комедии, но даже в слезливые подростковые мелодрамы. С другой стороны, мастера вроде Хичкока умудрялись снимать леденящие кровь фильмы, так ни разу и не показав источник ужаса. Технология страха – вот та удивительная материя, которая позволяет идентифицировать настоящий хоррор. Если сформулировать еще более обобщенно, фильм ужасов – это не что, а как. Согласно Дэвиду Кроненбергу, пишет Ком, основа хоррора в том, что мы не знаем, как умрем. Преодоление страха происходит посредством его называния, локализации в конкретном персонаже или явлении. Нельзя победить хаос, но можно уничтожить маньяка-убийцу, этого хаос олицетворяющего. Каждая эпоха рождает собственные предметы страха – вампиры и оборотни, безумные ученые и взбунтовавшиеся машины, евреи и коммунисты, шпионы и вредители, террористы и инопланетяне. Заставить зрителя увидеть то, что нельзя показать, хотя бы на секунду выпустить на экран энергии хаоса – вот сверхзадача любого фильма ужасов. Замечательно, что жанр родился практически одновременно с самим кинематографом. Граф Дракула, Носферату, Франкенштейн, Мумия стали одними из первых героев экрана. И у самых истоков и в дальнейшем развитие киноязыка оттачивалось на попытках напугать все более искушенного и эмоционально закаленного зрителя. Каким бы впечатляющим ни был грим монстра и спецэффект, они все равно не смогут тягаться с фантазией зрителя. Уже немецкие режиссеры 20-х обнаружили, что главное в фильме ужасов – создать атмосферу, стимулирующую воображение публики, и тогда это воображение само дорисует все, что нужно. В книге много щекочущих фантазию кадров, иллюстрирующих рассказ Дмитрия Комма, так что даже если вы, как и моя жена, не любите, когда вас пугают, панически боитесь фильмов ужасов, прочтите эту книгу, и нервы будут в порядке, и при случае в разговоре сможете щегольнуть интересными фактами о докторе Каллигаре, ребенке Розмари или людях-кошках. А с вами была программа «Дай почитать», я ее ведущий Борис Павлович, до новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать!